Корпорация Ростех на международной выставке Дубая Аэршоу-2023 впервые в истории современной России представит тяжелый транспортный самолет Ил-76МД. В нем обновлено более 70% агрегатов и систем, модернизировано шасси, облегчено и усилено крыло, установлены более мощные двигатели ПС-90А. Интересным нововведением стала стеклянная кабина. Благодаря ей информация для экипажа будет выводиться на многофункциональные экраны. Новейший комплекс обороны станет эффективным инструментом для противодействия средствам поражения. Также на выставке будут представлены около 200 различных образцов двойного военного и гражданского назначения. В Ульяновской области свыше 3000 пенсионеров активно занимаются волонтерством. Несмотря на серебряный возраст, пенсионеры стараются вести активный образ жизни и проводить время с пользой для других. Например, Елена Шаина шьет добрые подушки для раненых бойцов в зоне СВО, а Наталья Райкунова открыла общественный волонтерский штаб «Своих не бросаем», члены которого изготавливают полезные для военных вещи. Например, сухие супы и окопные свечи. 26 ульяновцев лишили водительских прав из-за наркозависимости. Выезд на дорогу в состоянии наркотического опьянения повышает опасность и увеличивает вероятность ДТП. Прокуратурой Заволжского района были выявлены жители, которые имели водительские удостоверения, но при этом состояли на учете ГУС Ульяновская областная клиническая наркологическая больница с диагнозом «наркозависимость». По выявленному нарушению прокурорам было составлено исковое заявление, которое удовлетворил суд.